здравствуйте дорогие друзья рада видеть вас на моем канале о вязании и сегодня я решила показать вам как связать вот такую простую повязочку давно я смотрела на них на пинтерест и была просто влюблена в них и вот решила связать дочки и заодно снять для вас небольшое вот видео о вязании такой повязки я думаю что все у кого есть девочки тоже захотят связать что-то подобное но и не своим подружкам и так далее вот что мне что я использовала при вязание такой повязки это пряжа у меня кроха от троицка вот смотрите вот это осталось от матка то есть ушло где-то больше половины матка и спицы номер три я использую в повязках вот таких я считаю что нужно использовать спицы меньшего размера чем вы вяжете этой пряжей обычно потому что повязки должны все-таки быть плотненькими и не продуваться да вот поэтому я считаю что нужно вязать их поплотнее вот такая у нас получается повязочка на размер головы где-то 50 сантиметров дочки у меня вот почти два года вот она и как раз хорошо а в ширину она у меня получилось высоту 10 сантиметров то есть достаточно широкая повязка коту которая хорошо прикрывает голову я это делаю для того чтобы носить такую повязку вот в такую погоду как у нас сейчас на улице ниже плюс 10 то есть выше плюс 10 как бы температура не поднимается без шапки еще холодно а в шапке как бы уже жарковато но ветер такой что ушки хочется прикрыть и вот такие повязки мне кажется отличный вариант вот на такую погоду вот если вам это интересно вот так их доносит если вам это интересно то берите спицы пряжу и будем вязать и кстати это отличный способ для утилизации остатков например остается у вас от изделия какая-то пряжа здесь где-то наверное около 30 грамм на такую повязку вот то пожалуйста вооружаетесь всем необходимым и будем вязать и так для начала нам нужно набрать 4 петли любым удобным для вас способом я набираю самым обычным 2 3 4 вытаскиваем и начинаем вязать сейчас мы с вами будем делать расширение в каждом втором ряду сейчас мы с вами будем вязать расширение прибавляя в каждом втором ряду по две петли и так кромочную петлю я снимаю и делаем прибавку накид я делаю накидом 2 лицевых провязываем снова накид вторую кромочную провязываем изнаночной вот сейчас у нас посмотрите на спицах уже 6 петель переворачиваем повязку мы будем вязать платочной вязкой соответственно во всех рядах у нас будут лицевые петли и так кромочную петлю снимаем затем накид провязываем скрещенной то есть не за вот эту не за правую стенку в данном случае а за левую стенку петли чтобы у нас не образовывались дырочки провязали дальше 2 лицевых снова у нас здесь идет накид но смотрите здесь я сделала накид в другую сторону и соответственно нам нужно провязывать за также за левую стенку петли но сейчас она находится спереди вот мы скрест перекрестили петлю и дырочки у нас здесь не образуется последнюю кромочную провязываем изнаночной следующий ряд кромочную снимаем накид теперь у нас 4 лицевых 3 4 снова накид и кромочная изнаночной в следующем ряду провязываем без изменений до не забывая делать петли провязывать их перекрещенными и все петли вяжем лицевыми последнюю кромочную кромочную изнаночной смотрите у нас уже вязание начало расширяться мы с вами так будем расширять до 20 петель когда у нас с вами будет 20 петель вот накид делать в какую сторону делайте так как вам удобно провязывать следующем ряду то есть здесь у нас платочная вязка и наклон прибавок будет не виден поэтому в принципе не важно как вы сделаете в какую сторону сделаете в эту прибавку делайте накид так как вам удобно столом у нас изнаночный ряд провязываем без изменений я думаю тут все понятно да накидывая изнаночную ряду повязываете скрещенными а в лицевых рядах прибавляем до тех пор когда у нас на спице будет 20 петель вот сейчас у нас на спит у меня на спице 20 петель и а мы уже провязали еще один ряд без изменений да как обычно изнаночной и сейчас провяжем еще ряд без изменений просто лицевыми петлями это нужно для того чтобы у нас была более округлая деталь а не квадрат получился с углами так провязываем в одну сторону провязали в одну сторону ряд без изменений и в обратную сторону то есть мы провязываем еще два дополнительных ряда перед тем как делать убавки так и вот теперь мы с вами начинаем делать убавки убавки будем делать также после первой кромочной и перед последней кромочной первую петлю мы снимаем как обычно затем провязываем две вместе лицевой за правую стенку провязали и вяжем практически до конца до тех пор когда у нас на спице на левой останется три петли вот у нас три петли осталось провязываем снова две вместе лицевой и кромочную изнаночной следующий ряд провязываем без изменений то есть убавки мы будем делать точно так же через ряд как делали прибавки у нас должна получиться абсолютно симметричная часть провязываем все лицевыми петлями без изменений в следующем ряду снова кромочную снимаем 2 вместе лицевой за правую стенку и опять не довязываем 3 последних петли так снова 2 2 вместе лицевой за правую стенку или за переднюю кто когда называет 2 вместе кромочной изнаночной вот таким образом мы с вами делаем убавление до тех пор когда на спице останется 8 петель не 4 как было изначально а 8 давайте убавляем и снова встретимся убавили до 8 петель провязали изнаночный ряд и теперь вяжем вообще без каких-либо изменений 10 рядов платочной вязки то есть туда-сюда туда-сюда 10 рядов должно получиться 5 вот этих рубчиков вот вяжем такие такую полосочку она нужна для того чтобы в этом месте у нас с вами мы завязали узелок в дальнейшем и повязка хорошо смотрелась вот вяжем 10 рядов просто лицевыми петлями без каких-либо изменений вот такая должна у вас получиться полосочка и теперь мы снова начинаем делать прибавки точно так же как мы с вами делали это вот здесь в каждом втором ряду кромочную снимаем накид провязываем лицевые петли и перед кромочной снова делаем накид кромочную провязываем изнаночной то есть мы делаем точно такие же прибавления накид снова скрещенной кромочную изнаночной и повторяем такие прибавления снова до тех пор когда у нас на спице будет 20 петель то есть точно такое же количество петель которое было вот здесь на самом широком месте я думаю что мы с этим уже разобрались и вполне можете провязать это самостоятельно когда провяжу я сейчас тоже этот момент покажу расскажу что же будем делать дальше хотя в принципе вот она основа нашей повязочки уже готова дальше уже все пойдет еще проще вот на что прибавляем до 20 петель и снова встречаемся на данный момент у нас с вами закончены прибавки 20 петель на спице и должна получиться вот такая деталь которая при складывании пополам вот так должна быть абсолютно симметричной вот если у вас то так же значит сделали все правильно и теперь мы с вами начинаем вязать так можно сказать тело нашей повязки да то есть основную деталь непосредственно саму вот эту полосу которая будет у нас прикрывать ушки надеваться на голову так ну что сейчас вяжем без изменения я свяжу и скажу сколько сантиметров у меня это получилось и так вот мы с вами провязали прямую часть нашей повязочки давайте сейчас я сделаю замер сейчас я замерю сколько у меня здесь получилось и скажу вам кстати очень удобно такие рулетки сантиметровые ленты и так давайте измерять вот от этой части где мы начали делать прибавление вот от этого места до окончания прямой части у меня получается 35 сантиметров 35 сантиметров после этого снова начинаем делать прибавление точно так же как мы с вами делали это вот здесь прибавляя в каждом втором ряду после первой кромочной и до 2 прибавление после этого начинаем снова делать убавление провязывая в каждом втором ряду после первой кромочной 2 вместе и перед последней кромочной 2 вместе точно так же до 8 петель когда у нас на спице останется 8 петель провязываем 10 рядов платочной вязкой и начинаем повторять вот эту же деталь то есть прибавляем петли до 20 провязываем 2 ряда туда-сюда без изменений и убавляем до 4 петель как у нас было вообще изначально да мы с вами изначально набирали 4 петельки и вот когда у нас осталось 4 петли на спицах на спице да мы сейчас их закроем эти петли и в общем то наша повязочка будет готова и так вот у нас с вами есть 4 петли сейчас мы провязываем 2 петли так кромочную я провязываю 2 петли вместе лицевой у нас получается одна снова провязываю 2 петли вместе лицевой и переснимаю первую петлю через вторую вот все у нас на спице 1 петля теперь мы эту петельку затягиваем ниточку протаскиваем затянули все наш уголочек готов теперь нам осталось с вами спрятать кончики и завязать узелок на повязочки кончики прячьте удобным для вас способом я вот обычно делаю это крючком несколько раз провожу и еще я хотела бы вам знаете что рассказать про то как изменить ширину повязки например вот эта повязка у меня получилось широкая то есть как раз когда вот еще прохладно чтобы она закрывала большую часть головы да а не только ушки чтобы голова тоже не замерзала сейчас отрежу это вот эту ширину можно регулировать то есть прибавлять петли не до 20 а например 14 только петель и естественно у вас будет повязка уже вот я планирую вязать такие еще и из хлопка повязки то есть которые будут ну больше для красоты нежели для какой-то для тепла да вот поэтому их я буду как раз связать более узкими вот если вам будет интересно на это посмотреть то подписывать но оставайтесь на моем канале да и я буду показывать их видео вот кончики спрятали я заделываю узелочек вот такой и и последний раз протаскиваю ниточку сквозь петли после чего обрезали сейчас ножнички возьму так и с другой стороны вот что у нас с вами должно получиться симметричная деталь с этой стороны так и с этой так давайте сейчас еще раз измерю полностью как я говорила платочная вязка очень эластичная поэтому нужно вязать брать чуть меньше и так вот от этого места начала расширения до конца убавлений у меня 40 сантиметров у дочки у меня обхват головы 50 сантиметров но вот этой длины повязки вполне хватает на то чтобы на хорошо она сидела на голове посмотрите вот насколько она хорошо растягивается и так нам осталось с вами завязать вот именно в том месте где мы с вами делали вот эту полосочку здесь и должен располагаться узелок так завязываем двойной узелок расправляете узелок расправляете сам бантик и у нас получается вот такая чудесная повязочка детская очень симпатичная но и как я говорю смотрите здесь достаточно широко получается вот можно делать меньше петель и у вас будет она поуже вот я надеюсь что это видео вам было полезно и вы попробуйте связать такую повязочку это на мой взгляд интереснее чем просто до повязка платочной вязкой и на детках они смотрятся изумительно ну может быть и взрослые но все-таки я не знаю но мне больше всего конечно же нравится на детках вот если вам понравился этот короткий урок то то ставьте пальчики вверх пишите свои пожалуйста комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео и до встречи в новых видео пока пока пока